ПЕСНЯ 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 Сегодня последняя игра, еще раз повторяю, последняя игра и сегодня кровь в зубах, но нужно вырвать победу, ребят. Постоянно он, конечно, психологически создал такую обстановку, что мы должны терпеть, верить и отдаваться по максимуму до конца. Чемпионат для нас заканчивал, он давал понять, что чемпионат для нас закончится с последним списком судей, это матч со спортом. Если честно сказать, мы могли раньше стать, за два тура до этого и никаких, мы решили вопросы все, понимаешь, в чем дело? Мы какие игры бывали, такие неровные, играли с такими командами, которые не только нам позывали, которых мы чаще всего обыграли, а мы там ничьи играли, и главное у себя дома иногда. Последние два тура игры в Москве. Соперники опытнейшие столичные клубы Динамо и Спартак. Как стало известно позже, это были поединки за золотые медали. Играем мы в один футбол со Спартаком. Он комбинационный стиль. И они очень быстро могут создавать контратаки. Поэтому я вас сегодня прошу, как только оказались в пределах 30-40 метров от ворот противника, у каждого из вас удар есть, ребята. Помните, бить нужно по воротам обязательно. Вот как только мы это усвоим сегодня и получится бить, тогда мы сумеем быстро возвращаться из атаки в оборону. Мы старались не возить лишнего с собой на установке и все остальное. Поэтому брали шахматы. Дело в том, что здесь же можно любые игроки, чтобы были, показать, куда бежать, как нужно действовать. Он ставил эту доску и ему удобнее было. Ты сюда, ты сюда и ты вот так двигался. Ну у него для фактов. Он весь сезон ходил в одних кроссовках, в одних шароварах. У него были эти спортивные шаровары, в клеточку рубашка, пинжак и галстук. И он до конца чемпионата их не снимал. На каждую игру он одевался именно только так. Это уже не важно, кто там. Шахматы или какие-то другие вещи. Можно и монетками. Вот Константин Иванович Бесков монетками там делал и так далее. Владеет мячом Юра Пудышев. Юра Пудышев. Знаете, знает и Василевский, и Горюнович, и Гоцманов, и Юра Куренин. Знают, что у него одно касание. Поэтому в активную позицию, пожалуйста, приходите. Ну, пешка, наверное. Поэтому пешка у нас забила два гола, да. Пешка. Мы же все нарули пешку, пока не выиграли. Доктор Васильевич, он молодец. Он когда на шахматы говорит, а в домино обыгрываете. Поэтому, да. Я остаюсь с насосом, а он ниппель у нас в мяче. А потом он ставит в руку и говорит, накачай мне мышцы. Ну, я это принимал за чистую монету и накачивал Горду Васильевич мышцы. То есть, ты это Влад Васильевич стал чемпионом Советского Союза? Да, получается, да. Ты приложил руку, да? Да. Меня все время спрашивают, как эта игра, что, чего. Я говорю, ребята классно играли, те и другие. Вот Федя просто от усталости не мог. Просто выйти, потому что он уже не мог. За две сборные команды играл. Ну, я видел, что уставший, ему уставший. И игра получилась красивая, хорошая. Да, мы как бы начали матч неудачно. Спартак повел, я, по-моему, Калашников ловил, ловил. Вот. И я помню, там Игорь Тосеич сразу сделал замену, по-моему, в линии по защите. Я уже не помню, или оленя он заменил, или оленя выпустил, там, не стыдит. Ну, от своей игры мы не отходили, то есть, наверное, по другому мега тогда не умели. То есть, именно на атаку, именно на достижение результата, ну, да, исполнители были. Ну, да, вот, по матчу как-то довелось забить за Савел Владовича. Ну, игра состоит из 90-х минут. Вы что, знаете, прекрасно? Забивают на 93-м, 95-м, добавленное время. Ну, что, футбол, чем он и хороший, непредсказуемый. 82-й год, после победного матча, мы встречали на вокзале огромное количество людей, цветы, шампанское. Вся вот эта атмосфера праздника отпечаталась. Это было грандиозное зрелище. Футболисты просто уносили на руках и несли по тревогзальной площади, там, до машин, до такси и так далее. Насколько даже сейчас вспомню, что мы были в гостях после вокзала сразу у Василевского. Я все равно собралось почти полкоманды. Так что, естественно, праздновали все, были радостны. У меня мысль была такая, съездить быстрее, я сам из Королево город, мамулись и порадовать ее. У меня такая мысль была. Ну, естественно, по шампучику. Куда же без этого? Да, куда же без этого, по шампучику. Как прошла ночь дороги? Да, бутылка, пару ведер хотя бы. Там была большая толпа людей, но площадь была огорожена, где поезд. И потом же, выходя с перона, началось общение с болельщиками. Ну, очень людей было много, но сама площадь была огорожена. Да, легендарная встреча была. Там немножко поезда Михайлович, наш администратор, ну, то есть он позже взял на время. А болельщики выждали этот поезд. Ну, и там такой момент был один хороший, у меня серьмет. Люблю его рассказывать. Выходит бабушка там с того поезда, который раньше пришел. Кто-то крикнул, прокок, прокок, прокок. Ну, и бабушку понесли, по вокзалу ее носили, по-моему, мы сколько, минут на 30 носили. Я думаю, она не родила, она ничего, нормально. Так что нормально все, переселюсь. Потом уже команда, когда приехала, там творилось, да, вот, я такого еще не видел. Полный-полный, вот, вокзал был, ну, и так далее, все радовались. Вот эта благодарность, благодарность болельщиков, она вот как раз еще в большей степени заставила ребят, в дальнейшем, ведь эта команда потом 10 лет, почти что 10 лет, была, играла, 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 и чуть ли еще и кубок не взяла, чуть ли и международная арена в полуфинале проиграла, если вы помните, Михелин. Впервые в истории советского футбола чемпионами страны стали динамовцы из столицы Белоруссии. Мы горячо поздравляем победителей и их тренеров, Эдуарда Малакеева, Леонида Гарая, Ленина Арцамасова, Ивана Завостикова с большим и заслуженным успехом. Весь союз, говоря, футбилийская динамо, и киевская динамо, и так далее, и так далее, и Арарат, и Спартак, и все говорили, Владимир Голос, все профессионалы, что это команда чемпионов, это их год был тогда. Мы били за честь страны, республики наши, за честь клуба и в то же время за Малатфея. Это был футбол, понимаешь, для меня. Я очень любил футбол всегда. Ты чего-то сделал, такое значимое в своей футбольной жизни. Город за республику, что мы отстояли честь республики, честь динамо, и долго к этому шли, и наконец-то это все совершилось. Ну, всегда все были рады, когда или отец, или Петя Василевский в то же самое время, они выходили иногда во двор, или после вечера, после тренировок, и выходили с нами поиграть. И тогда весь двор собирался, и все гоняли пугу. Вот это было счастье. Спасибо.